После 19 тура таблица Беларусь-Банк высшей лиги выглядит все более интригующе. В самом верху неразлучная пара Шахтера и Бате, а совсем рядом Неман, готовый в любой момент обойти соперников. Обращает на себя внимание плотность показателей команд с 4 по 10 места, большинство из которых наверняка метят в итоговую тройку лучших. А вот в подвале таблицы все глубже проседают Белшина и Смолевичи, которым предстоит очная встреча. Откладывать спасение дальше некуда. Действовать необходимо здесь и сейчас. В нетерпеливом ожидании 20 тура АБФФТВ и я, Илья Багай, представляем вам главные матчи грядущих выходных. Брестские динамовцы после вынужденной паузы ожидаемо выпали из игрового ритма, не сумев отбиться от Ислыча. Итог игры 0-2 и задача защитить чемпионский титул еще больше осложнилась. Вряд ли за прошедшую неделю команде удалось вернуть прежние кондиции. Однако именно Брест всегда славился азартом и вдохновением, которые в это сложное время должны помочь клубу. Витебск все больше начинает напоминать себя образца 2018 года. Команда Сергея Ясинского за последние 12 матчей проиграла лишь один раз и регулярно отдергивает фаворитов, которые, видимо, уже и сами осознают, что забрать в игре с Витебском три очка – это нечто на грани футбольного подвига. Вот и в первом круге эмоциональный матч в Витебске с двумя удалениями у Динамо завершился голым с пенальти Иона Николаеску и победой хозяев. В этот раз противостояние обещает быть не менее жарким. В Гродно с недавних пор явно полюбились сериалы. Один из них длиною в семь побед завершился, однако Неман с 9 мая продолжает идти без поражений. Более того, в семи последних играх не пропускает, причем главный герой данного сериала – голкипер Дмитрий Дударь – точно не против продлить его на стадионах и телеэкранах страны как минимум до осени. Столичная Динамо при Леониде Кучуке ведет себя на поле крайне прагматично, чего не отрицает сам тренер, однако таким образом обеспечивая стабильный набор очков и поступательное продвижение в турнирной таблице. По предмачевым раскладам от матча Немана и Динамо не стоит ждать большого количества голов, а вот поклонникам тренерской мысли и чтения футбола между строк обязательно будет на что посмотреть. Борисовский Баттер перемолол поток критики, связанный с неудачами первой половины лета и теперь разносит соперников. 9-0 в сумме за два последних матча – весомый аргумент в пользу того, что команда пребывает в хорошем настроении и должных кондициях. Впрочем, как раз успех в игре с крепким торпедо может стать определяющим фактором для обретения уверенности явиться чемпионами, однако добиться этого будет непросто. Несмотря на расширение бразильской диаспоры, все четыре мяча ворота Рцор БГУ жодинцы соорудили усилиями белорусских футболистов. Тем самым торпедо Белас демонстрирует неплохую вариативность в атаке, большое значение в которой, по признанию Юрия Фунтуса, имеет креатив самих исполнителей. Данный матч поможет ответить сразу на два вопроса. Действительно, ли Батэ снова в порядке и готовы ли парни из Жодина включиться в борьбу за медаль?